Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутюб тоже. Ссылочки будут в описании, так что переходите и подписывайтесь, как говорится, на всякий случай. Наше сегодняшнее видео будет в первую очередь интересно тем из вас, кто серьезно задумался о приобретении компактного, но при этом вместительного городского автомобиля. При этом понятие надежность для вас далеко не на последнем месте. А еще хотелось бы, чтобы автомобиль был экономичен как в плане транспортного налога, так и в плане реального расхода топлива. Об одном из вариантов, который однозначно стоит рассмотреть, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Сузуки Солио, третье поколение. Компакт-вен Сузуки Солио третьего поколения, построенный на базе компактного хэтчбека Swift, был представлен широкой публике в 2015 году. На конвейере этот автомобиль провел без малого 5 лет. В 2018 машину слегка обновили, а в ходе своего выпуска этот автомобиль обретал модификации, которых не было здесь изначально. Силовая установка у этого автомобиля была одна и та же. На всех его модификациях бензиновый двигатель объемом 1,2 литра на 91 лошадиную силу. А вот вариантов того, что с этим мотором сочеталось, было два. Помимо обычной бензиновой версии с вариаторной коробкой передач, этот автомобиль выпускался также и в вариантах мягкого гибрида и так называемого параллельного гибрида. В версии мягкий гибрид этот автомобиль использовал небольшой электродвигатель в помощь основному бензиновому. Такие автомобили могли быть как передние, так и полноприводными и имели вариаторную коробку передач. В 2016 году публике представили автомобиль, выполненный по схеме параллельного гибрида, где у электродвигателя уже была непосредственная связь с колесами. Такие машины могут проезжать на электротяге до 2 километров, используя батарею большого объема. А их показатели топливной экономичности вплотную приближаются к отметке 3 литра на 100 километров в городском цикле. Сузуки Солио это компактный и очень вместительный автомобиль. По своим размерам он разместился где-то между классом кейкаров и такими полноразмерными автомобилями, как например Toyota Sienta или Honda Free. Габаритные размеры кузова длина 3 метра 71 сантиметр, ширина 1 метр 62 и высоту кузов этого автомобиля составляет 1 метр 74 сантиметра. Не подкачали здесь и габаритные размеры проема багажника 96 на 106 сантиметров. При этом в обычных негибридных версиях дополнительный объем под полом багажника составляет внушительные 100 литров. Колесная база здесь, кстати, 2 метра 51 сантиметр, что позволяет вполне комфортно размещаться задним пассажиром, не испытывая неудобства по части пространства для ног. Ну а кому этого покажется мало, могут сложить задние сидения, получив при этом ровный пол и внушительные кубометры свободного пространства. Не подкачал Сузуки Солио и по части комплектации. Несмотря на то, что в нашем автомобиле комплектация достаточно простая, здесь есть все, что необходимо для комфортной эксплуатации. Полный электропакет, кондиционер, электрифицированная боковая дверь, а также, и это довольно редко встречается на праворульных автомобилях из Японии на тканевых салонах, подогрев водительского сидения. В более старших комплектациях этот автомобиль может порадовать своего владельца как полноценным автоматическим климат-контролем, так, например, и полным набором камер кругового обзора, что делает парковку на этом автомобиле занятием совершенно необременительным. Среди прочего, эти машины также могут предложить и полный набор электрифицированных сдвижных дверей, и опции активной безопасности, к которым относятся, например, система стабилизации или контроль движения в полосе. Клиренс здесь составляет 14 сантиметров, что, конечно, не так много, как хотелось бы, но для городской эксплуатации этого должно быть достаточно. Городской характер этого автомобильчика подчеркивает и минимальный радиус разворота, который составляет 4,8 метра. Еще один момент, которым этот автомобиль порадует даже искушенного автовладельца. И это обзорность. Благодаря большой площади остекления, и в том числе имеющим стеклянные вставки передним стойкам, у этого автомобиля практически нет мертвых зон. И маневрируя в городе, вы можете быть уверены, что ни один пешеход не скроется от вашего взгляда при повороте направо или налево. Из всех современных автомобилей подобной обзорностью может похвастаться разве что Subaru Forester в кузове SJ. Но это уже совсем другая ценовая категория. Что касается кузова автомобиля, по части толщины и качества красочного покрытия, а также ржавчины, здесь разговор будет короткий. Эти автомобили приходят к нам в основной массе без пробега по России. И, как правило, явных дефектов на кузове по части сколов, царапин и так далее на этих автомобилях нет. Толщина лакокрасочного покрытия стандартная для большинства японских автомобилей. И вряд ли вы увидите разброс показания толщиномера сильно отличный от 90-130 микрон. Что касается коррозии, то на большинстве подобных машин, которые нам доводилось видеть, по части ржавчины все обстояло более чем благополучно, в силу особенностей эксплуатации. Но если вы смотрите для себя полноприводный вариант, который в основном распространены на северных территориях Японии, не лишний будет убедиться в том, что коррозии на кузове нет. Поэтому обязательно перед покупкой осмотрите автомобиль снизу, на подъемнике. Ну а если вы планируете эксплуатировать эту машину долгие годы в условиях наших зим, когда на широкую ногу используются реагенты, лучше, конечно, озаботиться дополнительной обработкой днища антикоррозийным составом. Хорош этот автомобиль и по части внутреннего пространства. Мой рост 1,86 м, и я без проблем подобрал для себя удобную посадку за рулем этой машины. При этом места сзади, если я сажусь сам за собой, более чем достаточно. Очень приличное расстояние как от головы до потолка, так и от коленей до спинки переднего сидения, еще около 10 сантиметров. Плюс спинка заднего сидения может регулироваться по наклону от вертикального до практически лежачего спального положения. Есть у Солио и продольная регулировка заднего дивана. Если отодвинуть максимально назад сидение, то пространство для ног становится поистине королевским. Ну а теперь поговорим про единственный двигатель, который может находиться под капотом Сузуки Солио. Работать он здесь может как сам по себе, так и в составе двух вариантов гибридной установки. Этот мотор носит наименование К12С. Объем его 1,2 литра, а мощность 91 лошадиная сила. Конструктивно этот двигатель представляет собой четырехцилиндровый рядник. Блок цилиндров здесь выполнен из алюминия, но имеет чугунные гильзы. Привод ГРМ цепной. Используется пластинчатая цепь Морзе. Причем, в отличие от двигателей некоторых других производителей, на Сузуке цепь удивляет достаточно большим ресурсам. В приводе ГРМ на этом двигателе используется пластинчатая цепь Морзе. Причем, если у некоторых других производителей, особенно это касается немецких автомобилей, подобная конструкция цепи не выхаживает и 60 тысяч, то у Сузуки с ресурсом цепи все в полном порядке. Цепь здесь способна отработать не одну сотню тысяч километров пробега. В головке блока цилиндров здесь два распредвала и 16 клапанов. Позавращатели на этом двигателе есть и на впуске, и на выпуске. А вот гидрокомпенсаторов зазоров клапанов здесь нет, поэтому раз в 100 тысяч километров по регламенту зазор необходимо регулировать. В отличие от большинства современных двигателей, К12С это простой по конструкции агрегат. Впрыск топлива здесь практически обычный, распределенный. Единственный момент, на нашем автомобиле установлен двигатель вариации Dual Jet с увеличенной степенью сжатия. И этот мотор имеет две форсунки на один цилиндр, то есть форсунок здесь восемь. Но при этом форсунки это обычные, каких-либо вопросов в эксплуатации к ним не возникает и никаких насосов высокого давления здесь тоже нет. И даже система вентиляции картерных газов на этом автомобиле сделана достаточно бесхитростно, что положительным образом сказывается на ее надежности. Каких-либо характерных проблем или слабых мест этот агрегат лишен начисто. По большому счету, все с чем может столкнуться владелец подобного автомобиля, это либо вопросы по катушкам зажигания, что бывает нечасто и, как правило, обусловлено либо большим пробегом, либо банальным старением. То же самое относится, например, и к прокладке клапанной крышки, которая здесь резиновая и элементарно меняется, в случае если из-под нее начало подтекать масло. Ну а плавающие обороты на холостом ходу, с которыми иногда сталкиваются владельцы подобных автомобилей, лечатся либо промывкой дроссельной заслонки, которая здесь электронная, либо промывкой топливной системы, а именно форсунок. Некоторые владельцы, эксплуатирующие подобный автомобиль в холодных регионах, также отмечают, что зимой данная силовая установка долго прогревается и приходится дополнительно утепляться установкой разного рода картонок перед радиатором. Так вот, есть теоретическая возможность поправить данную особенность этого силового агрегата, установив сюда более горячий термостат. Ресурс этого двигателя на самом деле для силовой установки объемом 1,2 литра весьма и весьма большой. Эти моторы способны отработать за 250 тысяч километров, без каких-либо нареканий. По части поршневой группы тут все благополучно. Единственным условием безоблачной жизни этого двигателя будет использование качественного масла. Его регулярная замена, причем желательно на интервалах не более чем 7,5 тысяч километров пробега, благо заливается его сюда чуть более 3 литров и исправно функционирующая система охлаждения. Что касается гибридных автомобилей, их могло быть два варианта. Первое это мягкий гибрид, где бензиновый двигатель был дополнен стартер-генератором, который в нужный момент, получая электроэнергию из батареи, куда запасает ее в процессе езды и торможения, может добавлять энное количество ньютон-метров тяги, значительно помогая вашему бензиновому агрегату, например, в режиме разгона газ в пол. Такие автомобили экономичнее, чем чисто бензиновая версия и не слишком сложнее по конструкции. Другое дело, появившийся в 2016 году гибрид параллельный, где электромотор уже может непосредственно вращать колеса. Батарея на таких гибридах уже намного больше по емкости. Расход топлива еще меньше, чем на мягком гибриде, порядка 3 литров на 100 километров пути в городском цикле, но при этом эти автомобили оснащены уже не вариаторной, а роботизированной коробкой передач. Коробкой передач на Suzuki Solio могли быть двух разновидностей – вариаторная, либо роботизированная. Если вы покупаете полный гибрид, который может сам двигаться на электротяге, коробкой передач у вас будет служить обычная, по сути дела, механика, но с электронным управлением переключением скоростей. Это пятиступенчатая трансмиссия, в которой используется самое обычное сцепление, то бишь однодисковое. Ресурс сцепления на гибридном автомобиле порядка 80-120 тысяч километров пробега в зависимости от режима его эксплуатации. О том, что сцепление подходит к замене, вас известят характерные рывки и дергания при трогании автомобиля. Кстати сказать, есть небольшой шанс, что удастся отделаться лишь адаптацией сцепления, которая требуется раз в 20-40 тысяч километров пробега и выполняется при помощи диагностического оборудования. Ну а если вы смотрите мягкий гибрид, либо обычный бензиновый Solio, то неважно, полный либо передний привод будет у вашего автомобиля, у вас будет стоять вариаторная коробка передач. Этот вариатор фирмы Jatka, его маркировка GF 015 и трансмиссия эта ставилась на огромное количество автомобилей японских брендов, в том числе на Nissan Juke, на Nissan Note в кузове E12 и еще много-много куда. Данная трансмиссия представляет собой некий симбиоз двухступенчатой автоматической коробки передач и вариатора с конусом и ремнем. И если на первых версиях этой трансмиссии, которые были довольно сырыми, действительно отмечались случаи выхода из строя на маленьких пробегах, порядка 50-60 тысяч километров, то к Suzuki Solio эта коробка добралась уже изрядно модернизированной, в которой стояла уже солнечная шестерня нового образца, в которой стояли подшипники модернизированные и имеющие существенно больше ресурс, чем на старых версиях. Да и само сочетание двигателя 1.2 на 90 лошадей как нельзя лучше способствует продлению ресурса этой коробки. Единственный момент, при эксплуатации подобной трансмиссии желательно не перегревать ее и, конечно, вовремя менять рабочую жидкость вместе с фильтром раз в 40 тысяч километров пробега. В этом случае вы можете рассчитывать на то, что ваш Suzuki Solio с подобной коробкой пробежит как минимум 200 тысяч километров без каких-либо проблем. Что касается подвески Suzuki Solio, то ходовка здесь достаточно комфортная, чего и следует ожидать, хоть и от компактного, но все же семейного автомобиля. По части ресурса этой ходовой части в целом можно сказать следующее. Автомобили, которые приходят к нам в компанию, в основном приезжают с пробегами до 100 тысяч километров. И, как правило, нареканий по ходовой части по этим машинам нет. Конструктивная подвеска представляет собой Макферсон спереди и балку сзади. На полноприводных машинах конструкция задней подвески немножко посложнее. Нижние шаровые опоры в данном случае, по задумке конструктора, меняются только вместе с самим рычагом. К относительно, конечно, слабым местам передней подвески Solio можно отнести опорные подшипники передних стоек, которые возвестят о себе характерным звуком при повороте руля. Рулевая рейка здесь электрическая, соответственно, никаких вопросов по течам и шлангам гидроусилителя и быть не может по определению. Что касается задней подвески, то некоторые владельцы подобных автомобилей, которые используют их для езды с полной загрузкой, например, с полным салоном пассажиров и делают это достаточно часто, отмечают, что они отличаются повышенной ходимостью задней пружины. И их лучше по возможности заменить на что-то более прочное. В остальном же сюрпризов по части ходовой части Сузуки Solio не несет. И если вам посчастливится купить подобный автомобиль с относительно небольшим пробегом до 100 тысяч километров, скорее всего, еще долгие годы вы ничего в этой подвеске делать не будете. Вывод под всем вышесказанным будет следующий. Сузуки Solio третьей генерации это действительно отличный выбор для семейного человека, проживающего в крупном мегаполисе. Этот автомобиль имеет в активе интересную внешность, крайне интересный с дизайнерской точки зрения салон, отличную обзорность и крайне надежный и выносливый двигатель под капотом, несмотря на малый объем. Кроме того, крайне приятны будут цифры транспортного налога и расход топлива, который даже на чисто бензиновой версии вряд ли сильно превысит 6,5-7 литров на 100 километров пробега. Для кого-то будет определенным плюсом возможность купить этот автомобиль в версии с полным приводом. Ну а что касается небольшого дорожного просвета, наверняка будут и те, у кого в регионе все уже более или менее в порядке с дорогами. И этот параметр не будет играть столь критичной роли. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Кроме того, если у вас есть или был Сузуки Солио в третьем поколении, гибрид или обычный, не суть важно, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить, либо в чем нас поправить, указывайте это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о приобретении подобной машины, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч. Пока.